Обаятельная и привлекательная. Анну Асисарова с детства захватывали точные науки. После школы пошла в НТУ. Сегодня постигает азы профессии инженера энергетика на заводе тракторных деталей и агрегатов. Мне очень повезло с начальником и коллективом. Они меня очень хорошо приняли. Плюс за мной закрепили двух наставников, которые во всём мне помогают. И если в первые дни мне было как-то неловко, некомфортно, что я там, может, чего-то не знаю, что-то не понимаю, то сейчас я вообще работаю полтора месяца, и за это время я вливаюсь в работу, и я знаю, что я могу подойти к тому же начальнику или наставнику, и они меня направят, дадут совет. Старшие товарищи всегда рядом. Помогут, подскажут. Сегодня Андрей Лапташ делится своими знаниями с молодым сотрудником. От слесаря до заместителя начальника энергетического цеха. За восемь лет работы после колледжа. А ещё молодой человек любит спорт. Поддерживаю спортивный дух во всех видах спорта, но больше люблю заниматься лёгкой атлетикой. Тем более на предприятии созданы все условия для того, чтобы развиваться в этом направлении. Из необработанного куска металла за станком с числовым программным управлением заготовка превращается в деталь будущего трактора. Молодой сотрудник Егор Огур, выпускник механико-технологического колледжа, пришёл на предприятие и сразу погрузился в профессию. На данных станках нужны очень хорошие знания, чтобы на них работать. Рутиной работу такую не назовёшь. Она хорошая работа на самом деле. Мне очень нравится. Очень большие планы. Я хочу добиться успеха. Хочу стать профессионалом своего дела на данном предприятии. От достигнутых целей к новым горизонтам. Принцип предприятий тех, кто на нём работает. Я пришёл на завод, чтобы получить дополнительные знания, повысить свою квалификацию, ну и честно зарабатывать. В каждой работе нужно вдохновение. И я нашёл себя в этом. Новичков не бросают. За каждым закреплён наставник. У наладчика станков и манипуляторов с числовым программным управлением Юрия Пишей Егор Огур – первый ученик. Говорим о жизни, о предприятии. У кого-то какие-то спортивные интересы бывают. Ну, находим общий язык. Молодёжь в основном азартная. Обучаться они хотят. Что-то непонятное. Мы им всегда рады помочь, подсказать что-то. Знать нужно само устройство станка. Если поймёшь устройство станка, то поймёшь и всё производство. Начинать надо из этого, с АЗОВ. Сегодня средний возраст сотрудников завода тракторных деталей и агрегатов от 40 до 50. Поэтому замену начинают готовить уже со студенческой скамьи. Мы участвуем в ярмарках целевых мест совместно с Бобруйским государственным механико-технологическим колледжем. Мы проводим экскурсии для учащихся как школ, так и колледжей. Мы размещаем свою информацию о том, с какими учебными заведениями мы сотрудничаем. В 2024 году на предприятии разработано положение о стипензии для целевиков. Работают на предприятии по другим перспективным направлениям. Для новых станков – новые люди. Полным ходом идёт модернизация. И хотя у завода подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими учебными заведениями страны, руководство признаётся – таких специалистов нужно больше. Это поможет вывести производство на максимальные мощности. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.